Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Многие из моих родственников говорили Давай позвоним тому Позвоним этому Мы сможем договориться, чтобы тебя оставили Я им так и сказал Я говорю, не хочу Он отговаривал в первую очередь мать и жена Потому что страшно, боялись Все равно пошел, не мог поступить иначе Для того, чтобы у моего ребенка было мирное небо над головой Это же стыд и позор вообще Как так можно еще убежать в другую страну? Я не знаю, я не обидеть так и не смог вообще Я даже объяснить это не могу Просто однажды мы торжественно клялись На полосу все, на срочную службу Все, я свою клятву исполняю Перед народом, перед родительным, перед отечеством Я живу в России, в этой стране Я обязан ее защищать Ну, я бы себе этого не просил, если бы я убежал Ну, кто я после этого? Ноги убегают Не я первый, не я последний Это наш долг Все остальное, как бы, уже там можно на пафосе вывозить Но, по сути дела, внутри именно вот это Потому что могу и потому что не зассал Можно было отмазаться, придумать, сбежать Там, не знаю, еще что-то, короче И, наверное, каждый собрет, что не было Просто, ну, по сути дела Здесь те, кто, ну, кто должен быть здесь С молоком матери это все Вот это вот воспитание И пользуясь случаем даже Хочу сказать большое спасибо родителям Всех вот, которые находятся здесь У нас в строю Солдаты, прапорщики, офицеры, сержанты Большое им спасибо за такое воспитание Что вы будете делать, если ваш сосед Будет стучаться вам в дом и кричать вас убью Вот мы то же самое и делаем тут Нам сосед постучался топором И мы сейчас стоим здесь Да, мы боги войны Все, огонь! Орудие! Выстрел! Дочка повесила игрушку Когда я уходил в первый же день Она мне дала руки Сказала, никогда не снимай его с себя Будет с тобой оберегать Поэтому, когда одеваю каску Всегда его талисман целую И знаю, что дочка со мной Ни одна война без артиллерии не проходит Только вот в первую очередь артиллерия Расчет к бою! Одну кассету огонь! Минометчик Потому что мне нравится эта работа Я умею ее выполнять Служил срочку на миномете Я это орудие хорошо знаю Поэтому именно выбрал минометную батарею Потому что мне здесь комфортнее Потому что я знаю, что это такое Как работать Ну и передать опыт тем, кто не знает Это быть всегда наготове Прикрыть нашу пехоту Работать по противнику и днем и ночью В любое время Это вот всегда на Как сказать, на старте Мы стараемся делать быстро все Приехать, отработать и сразу уехать У нас это занимает от 5 до 7 минут Отработать по одной цели По цели отработали Уехали Если вдруг задержались То начинается уже и ответка работать И камикадзе по нам начинает работать Поэтому чем быстрее мы работаем Тем безопаснее для нас Река на приеме Цель 1058 Наблюдательный пункт Наблюдательный пункт Военнослужащий в ВСУ Дом 8 человек Река, да Цель 1058 Наблюдательный пункт 8 человек Динус, совет, приготовить, зарядить Орудие Выстрел Второй выход Главное безопасность То, что мы сейчас с вами здесь ходим Сверху уже никто не видит Держу, держу Так, мы сейчас будем спускаться в окоп И оттуда уже будем заходить в блиндаж Здесь у нас наблюдательный пост Пройдемте Здесь импровизированная мастерская Дровница Здесь все сушится у ребят Все это выкапывалось Ребятами вручную Учитывая опасность работы техники Ее сюда не опускают Высота окопа 2 метра Сверху солома Это все у нас используется для Маскировки Все парни Прекрасно знают Что и где, какой поворот Ведь они его встроили Это у нас пункт приема раненых Вот у нас вот такие вот стрелковые ячейки Они все однотипного варианта Бетонные По бокам стенки бетонные И крыши бетонные Это очень безопасно Ребята при строительстве не ренились Поднимали все Таскали Сейчас я вам покажу Здесь голову пониже Сейчас я вам покажу Наблюдательный пост Это наш основной наблюдательный пост Самый основной во взводе Он акцентирован именно на том Чтобы своевременно Обнаружить противника Предотвратить десант И любые различные Различные провокации В нашу сторону Здесь 24 на 7 Несут службу по 2 человека Это третий постовой У него своя определенная задача По выявлению мышиного ДРГ Чтобы они не заходили к нам в блиндажи И не портили наши продукты Кошки это неотъемлемая часть Неотъемлемая Если бы их не было Мышей было бы Тысячи блиндажа Так, хотел показать вам Это называется Это называется Лися-нора Начинается арт-обстрел Они укрываются здесь Они забегают Один сюда Один сюда Это вот сам мы нашли здесь Кстати, когда переехали Ну что ж, добавляю домашнего уюта Ну и пес Это же друг человека Собака это же Как же где собаки, да? Дополнительно для пехоты Обустроили тут тир И учебный класс Непосредственно здесь у нас Манекены Где мы отрабатываем Накладки жгутов всяких Медицинскую тактику Отработку ударов всяких Вот на этих мешках И непосредственно Для чистки оружия Выставили столы И тот же самый инструктаж Мы здесь проводим Разворот делаем как? Не спиной противнику А лицом противнику И идем дальше назад Отстреливаемся Как приняли? Все, готовы? Движение в бою вперед Держу! Стоп! Назад! Назад! Все началось с того, что у нас блокпосты, который мы выставили Появился там татарский флаг Ребята это сами Своим порывом души Решили, что мы должны показать Что здесь мы татары Мы ничего не боимся Мы здесь Мы здесь для того, чтобы помочь вам Люди изначально думали, что мы чеченцы Потому что Отличиев очень сильно по флагу нету И очень как бы настороженно к нам относились Но когда они столкнулись с нами Они поняли, что благородство и честь у нас на высоком уровне И люди были очень поражены Здесь каждый человек становится братом друг другу Независимо с какого подразделения Независимо откуда он Ну, простой пример Нам привозят гуманитарную помощь С разных регионов, с разных районов Друг с другом делимся Потом, после того, как остается Мы отдаем еще гражданским здесь Раздаем ее Наверное, человек в этом моменте меняется Как-то хотелось обозначить Что здесь именно татары живут Мы живем Мы нарисовали татарский флаг Самый большой, заметьте Флаг Республики Татарстан Херсонской области Это вот оно Наш девиз Наш флаг зеленый, белый, красный По центру барсик белый опасный Мы периодически приезжаем Подкрашиваем, где надо Где надо, почищаем Ну, сзади, когда смотришь Ничего не видать Ничего не понятно А тут мы просто взяли На татарском Мы специально ее сюда принесли Видите, вон там указатель Дорожных направлений Куда, сколько километров осталось Мы ее просто спилили И поставили сюда Подкрасили Маленький уголок Республики Татарстан Но тут только все города Республики Татарстан Именно все города Республик Татарстан Еще тут есть некоторые Каховка, например Береслав, Херсон Там Буинск Москва Армянск Такие Потому что все наши адреса Смотрят в ту сторону Поэтому Не было бы красиво Если бы не было бы указателей В ту сторону какую-то У нас ребята Мусульмане Которые Им непосредственно читают намаз И попросили Место какое-нибудь укромное Себе сделать И нашли место Сделали Непосредственно Сейчас как раз вечерний намаз будет И мы туда пройдемся Глубина 3 метра Как обычно Как обычный блиндаж Это уже у нас На нашей практике Вторая комната такая Первая комната На первых позициях На второй линии была Это непосредственно На первой линии И поэтому Вот они ребята Уже идут на намаз Как говорится Собираемся вместе Людей больше Все равно укрытие Но без мечети Мусульмане никак Потому что Это дом Аллаха Для намаза Всегда можно найти время И нужно найти время В первую очередь За что мы будем Спрошены на том свете Это намаз Душа же человека Она у каждого своя Если душа хочет Чтобы была мечеть Как мы можем Этому воспретить Это же Ты делаешь благо окружающим Человек может прийти Побыть С Богом наедине Поговорить ему Главное Чтобы Всегда это слово Благо И мы смотрим Что это реально Порождает благо Он знает Что он не будет делать Плохих деяний Вот это важно Он знает Что это грех Мы просим У Аллаха Мира Самый Самый В первую очередь Мира просим Конечно же Скорейшее Возвращение домой Чтоб мы победили Некоторые говорят Что командир Там это отец Тут скорее всего Наверное Товарищ Который должен быть Образцом Для своих подчиненных Показывать То что необходимо И как делать Чтобы Достичь Определенной цели Тогда будут Выполнены Все поставленные Задачи Самое тяжелое Для командира В цельном выполнении Это Тереть своих людей Это очень тяжело Тяжело С этим жить Ты помнишь Этих ребят Которые остались Выполняя Свою боевую задачу Это очень тяжело Ты с этим живешь Смерти нету Пока мы Сейчас с вами Разговариваем Да А когда она уже случится Нам уже будет без разницы Приходилось умирать И более молодым И более смелым Более достойным людям Чем мы Так что Мы все в конце В конце концов Умрем Важно лишь То что мы Оставим по себе И то как мы урем Я прочитал Такую Очень интересную фразу Считаю ее глубокой Достойная смерть Сама по себе Награда Закладываем пластик На место взрывателя И уходим На безопасное расстояние Давай Отсчитывай Раз Самое тяжелое Наверное Для меня Это Отдавать приказ Чтобы кто-то Ушел вперед Сам пойду Пацанов Тяжело Ушел А может не вернуться Каждый день Когда ты выходишь Работать По заданию Ты каждый день Думаешь об этом Если ты перестаешь бояться Ты перестаешь В принципе существовать Если ты не боишься Когда замыленный глаз Одно и то же Каждый день То скорее всего Ты не вернешься То есть нужно каждый раз Себя Накачивать Тогда ты более Собранный Более конкретный Более внимательный В первую очередь Работа сапера Это глаза И руки То есть даже не приборы Работают глаза Руки Голова Итак, группа Выезд на объект Соблюдаем технику безопасности Двигаемся по одному Соблюдаем дистанцию Друг между другом Сели? Мы поедем Пойдем на второй Сели? Пойдем Часто к дороге Это опять же Визуально видно Ближайшие работы Где проводились То есть какие-то Сковыривания Возможные камушки Предметы Все что не Советуются троить Многие вещи Прячут в колее То есть где-то Даже грязью Где-то скрытные Специальные Объездные пути И дорог Вот обнаружено Противопехотная Мина Возможно Даже с сюрпризом Возможно Что-то заложено Снизу Не исключено Сейчас вернемся Возьмем инструмент И приступим К работе Пользуемся кошкой Ну в простонародье Мы называем ее так Это безопасность Наша безопасность Было много случаев То есть закладывать сюрпризы Довольно-таки Это очень часто И воровске Применяется Для безопасности Опять же Мы сделаем Рядом небольшой зацепик Откручиваем шнур Уходим на безопасное расстояние Ждем период времени Вот Соответственно Ничего не шевелится В этот момент Никакие вещи Все Принятя Тяжка Мы уходим Давайте заходим Вот здесь За укрытие Небольшое Присаживаемся Ждем Небольшое количество времени Так как ставят Замедлители Тоже затестуем Это какой-то период Рима То есть мы поторопились бы С вами сейчас Подошли Через минуту Такие добренькие И потом были бы Добренькими В простонародье Это ПМН-2 Никакого извращенства Не вижу Сюрприза не было Возможно Колхозная работа Просто на уничтожение техники Будем утилизировать Эта мина Не Уже подлежит Разминированию Транспортировке Ее только уничтожать Вот эта вещь Смело отрывает По колену ногу И еще по глазам идет Фантазия сапера Это фантазия сапера Действительно Век живее Как говорится Век учись Выкопали небольшое углубление Чтобы был Меньший разброс по бокам Фугасное действие Идет вниз Соответственно И вверх Вот То есть Для безопасности Закладываем Противотанковую мину Закладываем обратно Соответственно По маяночку Тоже сюда Сегодня тоже еще Будем работать У нас есть Не разорвавшийся Заряд Вот он был Сброшен Самодельный Полностью То есть Они печатают его Корпус на 3D принтере Закладывают сюда Взрывчатку И сбрасывают С этот С дронов То есть Ну вот это не сработал Кому-то повезло Закладываем пластид Подсоединяем провода И уходим На безопасное расстояние Желательно На безопасное расстояние Минимум 100 метров Мы берем Желательно Чтобы еще была Пересеченная местность Чтобы можно было Где-то укрыться Таких подрывов Остаюсь я один Остальные Все уходят подальше То есть Как бы В полной безопасности И все Происходим Взрыв Сейчас попозже будет Будем взрывать Разимым способом У нас такая приблуда Сами сделали Для удобства Просто мы ставим Рацию на удаление От взрыва Как здесь будет происходить Отъезжаем подальше И взрываем Другую рацию Подсоединяю Второй провод Включаю рацию На определенную волну И уходим Все уходим Мы туда пойдем Давайте подальше Уходим Сапер Ну это Человек Бесстрашно идет И делает свое дело Разминирует Минирует Морально Тяжело конечно Но когда знаешь свое дело С головой дружишь Здесь страшно Переживаешь Каждый раз Сейчас выходим В безопасное место Осколков нет Минов угасные Очень сильное воздействие Ударной волны То есть уходим И спрячемся Рекомендации Сейчас уходим Как можно ниже Подъема При подрыве Открываем рот Закрываем уши Да Давайте сюда Медведь 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 Амирхану Мы готовы Подрывать будешь? Давай Отсчитывай Раз 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 После подрыва Сразу с укрытия Не выходим Могут прилететь Фрагменты дерева Камней Соответственно На осколке Не торопимся Подрыв Произошел штатно Ребята отработали Отлично То что у нас Осталось В принципе Вот Все что осталось У нас отминок Этих Штатно Даже до сих пор Еще запах ощущается Намного и нами И хохлами Очень много Медведь Еще лаукнется Несколько Десятилетий Сейчас в данный момент Строим Для себя Блиндаж Будем здесь жить Здесь у нас Будет Спальная зона Вот Где вы находитесь Вот здесь у нас будет Стоять печь Здесь уж планируется Зона отдыха Стол Там попить чаю Здесь Шкаф Для вещей Во-первых Здесь земля Глина Очень твердая Без техники Тяжеловата В данный момент Ну Если копать Тут занимает Ну Если большим количеством Людей То можно за недели Две Полностью выкопать Только Учитывая еще накаты Это пилить Тащить Еще внутренняя отделка Вот как видите Вот Все это Как бы Ну Немало времени Занимает Это делать Хорошо Для себя У нас в каждом отделении Баня Жил быт Так сказать Символичная Мочалка Место жительства Дом Сейчас вы увидите Красоту Парни У нас Гости Сегодня Только посмотрите Насколько ребята Любят свой дом И Ковры Постелили Ребята Не ленились Все лето Работали С утра до вечера У нас уже есть опыт Жизни в поле Ни воды Ни света У нас не было Сейчас у нас есть Все Вода Свет Пожалуйста Наши Условия Жизни Приближены К домашним Другу Прямо Фомы Ерема Ерема Сосуд Хранящее Тепло Наверное Термис По ценному ПС Да Подходит А сейчас Я вам хочу Продемонстрировать Нашу Полевую Баню Я Уверен Голи Чем Она вас Не оставит Равнодушных Вот Пожалуйста Сидоровница Как раз Товарищ Затопит Баню В основном По три По два Для своего Удобства Никого не напрягая Пожалуйста Переодеваются Здесь И чай пьем Кружки Чай после бани Для татар Это На уровне Священности Проходите Посмотрите Пожалуйста Мы очень гордимся Этой баней Заходите Строительство Ее ушло Около Шести дней Пока Материал Находили Самое тяжелое Было найти Это конечно Камни Банные Камни Я думаю Через часа два У нас Баня уже будет готова И мы Примем ее В основном Веники Привозят Отусники С собой Сразу Около Десяти Пятнадцати Пар И мы На весь Взвод Распределяем И так Каждый Отусник Через раз Привозит Двеники Чтобы Поддержать Себя В форме Ребята Сделали Спортзал Своими Руками Из всего Того Что Смогли Где-то Подобрать Найти Смастерить Сварить Вот Сделали Пожалуйста Штангу Вместо Блинов У нас Как и Принято В мужских Гаражах Это Колеса Так У нас Есть Гири 24 16 Этого В принципе Достаточно Так У нас Вот Также Есть Боксерская Груша Ребята Здесь Выводят Весь Гнев Все Что Наболело Накипело Машины Они Такие Живые Как И Мы Например Моя Машина Медвежонок А Эта Машина Не Валяшка Потому Что Она Неоднократно Переворачивалась Там У нас Стоит Крепыш Самых Первых Ней С нами Разговор Пошел Нужно Вкладываться В эту Машину Или Не Надо Ребята Сказали Нужно И Будем Делать Сами Они Сейчас Переварили Ему Раму Полностью И Лучше Машины Пока Нет Она На Карбюраторе Там Бензиновая Полностью Сейчас Вот Она У нас Опять Подбитая Нам Ее Подбили Гады Ну Опять Ребята Делают Сейчас Лобовой Новый Нужен Ребята Нашли Где-то Привезут Скоро Поставим И Дальше Будем Ездить Поэтому Он Крепыш Машина Хан Багира Барсик Есть Ну Такие Именно В основном Имена Даним Такие Интересные Боевые Родения Все равно Ездить Все равно На ходу Всякое Бывает Грустно Бывает Тогда Когда Письма Приходят Из дома Именно Письма Не СМСки Не Звонки А именно Письма Потому что В письма Вкладывают Душу Здравствуй Солдат Защитник Нашей Родины Не Жалея Своих Сил И Жизни Вы Освобождаете Нашу Страну От Захватчиков Страшно Представить Сколько Вам Выпало Из питаний Чтобы Мы Ваши Потомки Могли Жить Счастливо И Радостно Радоваться Мирному Небу Над Головой Охотники На Вражеские Дроны Третьми Стрелков Батарин Лишь Продевает Огонь Украины Ну Идея Была Общая Газета Это Память Называется Дуслар Что В переводе Статарского Значит Друзья Выпуском Именно Газета Не Занимался Но Выпуском Может Стен Газеты В детских Лагерях И так Дали Всегда Занимался Всегда Любил Творчество Умел Неплохо Рисовать Писал Без Ошибок На Самом Деле Конечно У меня Высшее Филологическое Образование Я Больше 20 лет Проработал Учителем Русского Языка Литературы В школе Поэтому Для меня Это Не Составило Особого Труда Пройти В любой Дом В Татарстане К любому Мы Всегда Найдем Газеты И Вот Эта Газета Она Должна Оставить Память О Прошлом Мы Хотим Чтобы Это Исторически Как бы И Республики Татарстан Остался Что Наши Войны Выполняли Задачи Наши Войны Встали На защиту Нашей Страны Наши Войны Выполнили Поставленную Задачу Если Вот Эта Газета Останется Она Все равно Останется Памятью Для нас Первый Выпуск У нас Вышел В феврале Газеты Выходят Периодически Раз в месяц В нашей Полковой Газете Несколько Разных Рубрик Основные Это конечно Новости СВО Потом Мировые Новости Мировые Новости Разного Характера Вот Коротенькие Берутся Все С разных Ресурсов Тема Герои Спецоперации Наши Земляки Тематика Татарстана Очень приветствуется Нашими Ребятами И они Очень внимательно Следят за Новостями Ну и Конечно Самый Наверное Интересный Рубрик Это Жизнь Нашего Полка На двух Страницах Плюс-минус Когда как Получается Поместить Фотографии Именно Бытовой Жизни Каких-то Героев Как они Ремонтируют Технику Как они Копают Окопы Ну и Наиболее Отличившиеся Бойцов Кроме этого Есть Поэтическая Минутка Где стихотворение Конечно Страничка Юмора Без которой Никак Есть Прогноз Погоды На месяц И Сканворд Конечно же Основные Новости Берутся С интернетом Да Но Тем не менее Как бы Свою душу Я вкладываю И душу Наших бойцов В это Издание И она Все равно Отличается От других Изданий От других Газет Своей Оригинальностью Может быть Она Чем-то Хуже Может быть Она Не такая Масштабная Может быть Она Не такая Информативная Как другие Газеты Но тем не менее Газета Популярностью Пользуется Узнаем Новости Смотрим Своих Которые Здесь Не видим В их направлениях То же самое Перикатуры Интересные Свои фотки Посмотреть В газете Интереснее Намного Иногда Попадаются Товарищи Которых Давно Не видели В этом плане А так Интересные Газеты Довольно Стоящие Там Никто Никогда Не забыт Мы Всегда Помним На День Рождением Иногда Товарищи Которые С разных Районов Но они Служат Разных Подразделениях Он может Забыть День Рождения Своего Друга Есть Газета Когда он Может Открыть И написать Ему Я Тебя Поздравляю И человеку Будет Уже Приятно Я Конечно Отмечаю Много Разных Праздников И День Учителя И День Филолога И День Тренера Я Тоже Я Я Тренером По Некоторым Видам Спорта Получается Что И Военная Тематика Не Обошла Меня Страной Но Журналистом Я Себя Не Считаю Это Слишком Высоко Нет Я Думаю Что День Журналистики Пускай Отмечают Те Кто Этим Занимается Профессионально Я Этим Профессионально Не Занимаюсь Ну Поскольку Постолько Голодный Солдат Сможет Защищать Родину Без Повара Как Если Голодный Солдат Это Плохой Солдат А Когда Он Сытый Довольный И Задачи Выполняются Легче И Более Уверенность Легкость Повар Это Тоже Такая Трудная Работа Говядина Паштет Тут у нас Очень много Разнообразий Привозят Кексы Печенье Пряники Сушки Разнообразий Очень много Также соки Отправляем Соки С недавних Времен Нам начали Отправлять Вот такие Интересные Вещи Как Допустим Рагу Из овощей Отправлять Начали Икры Разные Кукурузы Вот из Баклажанов Тоже Из нововведения Прям Отправляем Вот Солдатам Джемы С чаем С кофе То есть Вот недавно Начали приходить Что-то новенькое Всегда Все довольны Всех Валят И командира И Солдаты Все Личный состав Всегда Говорят То, что Очень вкусно Спускаемся Вниз Собственно Здесь я И проживаю Так Тут мне Ребята Торчик принесли В знак Благодарности Это наши Соседи Соседи Слева Мы друг другу Помогаем Периодически Так Ну Это Это мой Друг Это мой Охранник Пока у меня дома нет Локи Главный Охотник на мышей Крыс Крыса Здесь конечно Тоже имеется Да Этот Конкретно Красолов Парень Он реально Охотник Это мой Гектор Он тоже Домой Надо приходит Покушать Мой Ежедневник Его я веду Так Его я веду С 20 С 25 Декабря 2022 Года В этом Ежедневнике Есть Наброски Моих Личных Стихотворений Так Я даже Не постесняюсь Наверное Прочитаю Их вам В основном Они Грустной Тематики От Пережитого Или От того Как уже Истасковалась Наша душа По дому Ночью в поле Стоят солдаты В карауле Они охраняют Сон братьев Что уснули Охраняют Сон кто дома Тех Кто сынов Своих Проводили Как жаль Же тех Кто навек Уснули Души Их Как Кварцы Упорхнули Вечность Они Шагнули 9 Мая Мы Их Помянули За нас С вами Жизнь Своя Дали На Алтарь Победы Имена Их Наносили У нас будут дети И когда они вырастут И уже будут осознавать Что Принесла эта война Для нашей страны Они задают вопрос мне Отец А ты где был В этот момент Я гордо скажу Что я был здесь Со всеми достойными Сынами Которые ее защищают В данный момент Так парни Сейчас отрабатываем Движение Боевым порядком Имитируем встречу С противником В условии Контакт Мы рассыпаемся Занимаем Боевую оборону И погнали Контакт Нанил Разведчик Летущая мышь У нас столько звезд Невидимое вижу Неслышим Я слышу Как это издавна Говорились еще То что Разведчик Как и волк Кормит ноги Он соответственно Разведчик должен быть Выносливым В хорошем Физическом состоянии Лиса Она же хитрая Разведчик должен быть Хитрым И умнее противника Я бы наверное С росомахой сравнил Тоже выносливый зверь Хитрый И небольшой Что очень важно Сходя из своих размеров Он много дел делает И поймать его И поймать его довольно таки тяжело Не во всех случаях Дрон может определить Допустим Может это стоять Какой-нибудь макет Сходить Разведывать Не всегда дрон Может выбить Противник С опорного пункта Наблюдательные посты Уставляем секреты То есть Всегда Человеку Любовь Он пригодится Как бы По своей специальности Срочную службу Я тоже Служил в разведке Тогда Я был еще Сколько Мне тогда Лет было 18 Я как бы Шустрый был Небольшого роста Здесь тоже Сам пошел В разведку Попросился Противник Использует Тепловизионные Приборы На своих БПЛА Даже Кружку чай Скипятить Грубо говоря Ну терпим до утра Вот как Уже сумерки Все Движения прекращаются Просто лежим Наблюдаем Постоянно 24 на 7 Кружат Беспилотники Противника Это Прятки для взрослых При слове Контакт Это значит То что Наблюдатель Который идет первый Ну или кто-то Из боевой группы Обнаружил противника И он Командует Контакт Значит мы все Расступаем Говорят направление Допустим 10 11 2 часа Любое направление И мы рассыпаемся Боевое окружение И начинаем вести бой Прежде всего Это голова Конечно Она сохранит Тебе и здоровье И все И жизнь То есть Поможете Выполнить задач Сначала голова Должна придумать Как это все сделать И себя сохранить И группу свою Сохранить То есть голова Всему голова Вот так вот Просто ногой Можно наступить На какую-нибудь ветку Она хрустит Все пропало Нужно смотреть Глаза в голове Друг за друга Держимся Самое главное Друг за другом Присматриваем Дожди прошли А когда Когда дождь идет 2-4 дня То вода Конечно В окопе стоит Мы ведь уже здесь Больше года Снег В 23-м году Выпал Всего лишь 3 или 4 раза Он полежал Пару дней И все Такая местность Я помню Дни В январе В феврале Когда мы Спокойно Ходили В футболках Но если Уж Идут дожди То это Кошмар Очень много Глины Скользков У нас еще Окоп Вон Там Идет Так Это у нас У приема Раненых Вот как раз Так Я вам Рассказывал Вот Каркасные Носилки Каждый Боец Знает Как оказывать Первую Медицинскую Помощь Ну Сам Смотри Процесс Не из легких Пошли Команду Подавай Кричи Больно Тебе Больно Больно Тебе У ребят Есть потенциал Просто нужно Побольше тренироваться Не бойтесь Вот так вот Рукой Додавить До конца Чтоб Главное Яйца Не придавить Остальное Все нормально Это автомобиль Скорой помощи Предоставил Ее нам Министерство Обороны Чтобы Все необходимое Было Всегда под рукой Для выполнения Боевых задач Ампульные препараты То есть Все что необходимо У нас Вот здесь В этой ячейке Здесь у нас В контейнерах Также Таблетки Разные препараты Которые Я использую Непосредственно Для лечения Мы все люди Мы все Имеем свойство Болеть Ну что Начали Так Лежа Рука Лежа Нога Рука Нога Что ты сделал? Да Если Например Пару снили Все уже Нормально Или еще Давит? Да Сильно давит? Да Еще тоже сделал Нормально Хорошо Все Развязывай Видишь у тебя Расстояние между И ты близко Не прижался В карманах Ничего не должно быть Если у тебя ранение В ногу будет Например А у тебя в кармане Телефон Пачка сигарет Ты начнешь перевязывать У тебя кровь не пережмет Артерию не пережмешь Чтоб вот такого вот не было Как минимум От часа до трех Примерно У тебя будет Держаться жгут Отмирание ткани идет Кожу вот этот вот кусок Будет вырезать Один будет раненый Он ложится Мы ему говорим Какая рука или нога Второй будет Подползать к нему И делать ему перевязку Будет больно Будет больно Да Грюбче Грюбче Быстрее 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 Он время теряет Время теряет Быстрее Если это обучать Как где-то в помещении Где сухо Светло И комфортно Не будет такого Эффекта Как во время Реально приближенных Боевых действий Например Когда будет перестрелка Там будет все Кричать Быхтят Стрелять Там взрываться Они друг друга Не будут слышать Организм будет Не привыкший К таким условиям И человеку не удастся спасти Любые действия Которые я делаю Я могу сделать Все это Закрытыми глазами Единственный случай Когда глаза Должны быть открыты И полон внимания Это когда Какой-нибудь препарат Набираешь На уровне сознания Я не готов Терять человек А на уровне подсознания Конечно же Думаю готов Потому что Я ко всем вопросам Отношусь Хладнокровно Потому что В таких моментах Нельзя Эмоциям Выходить наружу Самое тяжелое Это когда Человек На последнем дыхании В любом случае Выбора нет Надо довести Живым До ближайшего госпиталя Где уже будут Так скажем Оперировать И оказывать Последующую помощь Данные лекарственные препараты Большинство привезены По гуманитарке Очень много помогает Бугульма Город Высокая гора Набережная Челны Большое вам спасибо За оказанную помощь Нашим бойцам Если не можем Произвести интубацию Во время эвакуации В пути Приезжаем сюда Здесь проводим Интубацию Стабилизацию И уже Дальнейшая эвакуация На следующие этапы Еще один Получается Кабинет Также Три стола имеется Стол Лампа В принципе Мы здесь можем Кульцирную операцию Производить Всех довозили Но к сожалению Уходили на операционном столе К сожалению Такие бывают моменты Не все мы можем К сожалению Это не передать словами Это только Прочувствовать можно Находимся в стоматологическом кабинете Производится осмотр Пациента Нашего военнослужащего В дальнейшем будет Производиться лечение Оказание медицинской помощи То есть удаление Либо зуба Либо его лечение Кабинет возник Помогли Мои коллеги Так сказать С гражданки С кем я работал Все собрали Как бы Помогли Гуманитарная помощь Мобилизовали Родина позвала Пошел Значит нужен был Бежать не стал Как некоторые Надо значит надо Как говорится На гражданке Тоже работал стоматологом 8 лет Лечим Удаляем Порой протезируем Все бесплатно В принципе Зубы хорошие у тебя Я так скажу Не забывай следить За гигиеной Ладно Через недельки Две придешь Обратно на прием Все Можешь сплюнуть Используем Экстренную ситуацию Когда например Нету света Дым Дымы Или еще что-то Закрывает дыхание Чтобы Быстрее среагировать Обучаемся Погнали Кричи Кричи Не туда балдец Больно Куда Куда Кричи Кричи Правая нога Правая нога Время Громче Громче Тебе больно У тебя кровь Че тебе больно Давай Быстрее Потерялся Не просунешь Не просунешь Все Давай Не видно Ничего Только Руки Спасает Куда Че делать Эффект вот такой Мне понравилось Но спасти То не удалось Спасти не удалось Потому что Надо Практика Еще раз Практика Ребят Чем больше Тренируйте Чем будет вам Быстрее И эффективнее Для своих ребят Давай Берегите себя Три занятия в неделю Хотя бы надо Приводить Чтобы подкоркой Уже на Машинальном уровне Уже Ты знал Ага У него турникет У нас в группе Здесь находится Значит у него Всегда будет там Все Подполз Взял Перевязал Все Привез мне главврач Александр Иванович Иванов Постоянно помогает нам И вот Решил такой сюрприз Нам сделать Всем нашим медикам Привез данный шеврон Вся Россия Это наша семья Есть и наши ребята здесь Это наши братья И мы должны здесь быть Должны помогать Должны спасать Кто на что учился Мы учились спасать жизни Никогда не думал Что я буду военным Никогда не думал Что я еще буду Командиром рота Или еще кем-то там Да У нас поменялся Поменялось мышление Чуть-чуть по-другому Начали думать И Может быть Повзрослее чуть-чуть Ты уезжаешь вот в отпуск А в отпуске думаешь Что здесь Постоянно То есть Ну Созваниваемся Общаемся И так же приезжаешь обратно Ну то есть Хочется домой Конечно Да Но почему-то вот хочется Чтобы прям вот Все своими Прям так же Толпой пришли Толпой ушли Домой Здесь настоящие пацаны Реальные мужчины Слово пацана Да В полку такое есть У нас есть такой девиз Пацан сказал Пацан сделал И тут нету такого там Кто-то там до заднего Если кто-то Перемосмысливает это все Понимает это все Мы всегда рады его Видеть у себя в строю Самое тяжелое на СВО Это одиночество 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 на посту В ночи Одиночество Когда ты в блиндаже Лежишь Тяжело пережить этот свист Над головой Тяжело именно в этот момент В эти пару секунд Когда Куда он все-таки Приземлится этот свист Тяжело скорее всего Морально Принять тот факт Что твои близкие Сейчас там без тебя И ты вернешься к ним Лишь только Когда закончишь свою работу А наша работа Закончится только с победой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok